Желаю мира и приятного просмотра! С вами Яцкоборовский и Леша Троша. Сегодня мы снимаем выпуск бесплатной еды. Кому эта тема нравится, ставьте лайк и пишите свои мега-крутые комментарии, потому что, возможно, именно ваш попадет в следующий выпуск. И сейчас мы будем ходить по разным точкам, предлагать им рекламу, взамен на то, чтобы они нам предложили какой-то еды. То бишь, они нас чем-то угощают, а мы рекламируем их заведение. Так что, ребят, запасайтесь какой-то вкусняшкой, ставьте лайк, и всем, ребят, приятного просмотра! Сейчас мы подошли к Макдональдсу, и я хочу найти какой-то чек, подойти к персоналу и попросить его поменять. Скажу, что бургер мне не понравился или что-нибудь еще придумаю. Сейчас, смотри, люди сидят. Давай посмотрим, какой чек. Спокойно, у вас есть? Остался чек. Чек? Да. Не знаю. О, братан, я тебя знаю. У тебя альбом позавчера вы съели? Да, спасибо, братан. Есть чек? Бегом, смотри, бегом. Бл***, лоб, рано. А что там есть? Так, что там? Давай тут посмотрим, тут 102 гривны. Гамбургер и чизбургер. Желтый цукровый. Слушай, чизбургер. Не, вот, смотри, чизбургер. Слушай, а тут что, смотри. Тут чизбургер исправит. А вы будете хавать его? Нет, подожди, возьмем бумажку, скажем, что это не понравилось. Да, да, скажем, что он не понравился. Подожди, давай, вы будете хавать его, нет? Нет, не будем. Нет, мы просто возьмем кусочек. Отломайте нам маленький кусочек. Маленький, просто, да. Вот этот переложите сюда. Сюда переложи, просто маленький кусочек сюда положи. Вот такой, да. Тебя сасами любят? Да, да. Это чизбургер, это гамбургер. А, ну да, тогда переложим. Вот это сюда. Вот это сюда. О, красота. Ты его ломал, короче? Да. Ну, сейчас мы еще... Наверное, там. О, щит. Так, пошли дальше. Все, попали. Короче, подошли к ребятам, они нам дали кусок чизбургера, потому что тут много людей и не получается найти. Сейчас пойдем на кассу и скажем, что нам этот чизбургер не понравился, пусть нам поменяют. Вечер мой, она была, в музыке молодила, в танце ты холодила, тебе не надоила. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вам сейчас вообще поеду, да? Не вкусно. Да? Да? Да. Это уже молодой. Да. 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 В смысле? Съехать? Да. Да. Чувак, все работает, смотри, подошел. Они, конечно же, сразу же его пендрились, говорят, что так и так, что мол, чизбургер, вы съели, и теперь вы просите новый чизбургер. Я говорю. Он невкусный попался, хотя я подошел буквально вот сюда вот к ребятам. Ну что, со зрителями? Нормально? Не бой, не бой, не бой, эшкеры дай богу. Я, получается, подошел, мы говорим, что чизбургер был невкусный. Он говорит, как это невкусный, вы его съели. Я говорю, ну, получилась котета была плохая. В общем, мы поменяли, дали целый чизбургер. Так что, спасибо вам. Показали вам этот лайфхак, что все работает, так что, пользуйтесь. Потому что сотрудники Макдональдса, они не хотят конфликтов. Дальше будем направляться в какие-то точки и попытаемся что-нибудь попросить из еды взамен на рекламу. Ребят, чтобы Лёше не так было скучно, он сейчас подойдет и попытается что-нибудь размутить. Сейчас посмотрим, что тут есть. Найдем какую-то точку. Лёша покажет канал и скажет, что так и так мы сделаем рекламу по каждому месту. И по надобности вставим адрес. Давай вон на ту точку с ней зайдем. Там где шаурмах, отдох. Да, или вон мангал. Давай здесь. Давай. Сейчас, подожди, подниму людей. Здравствуйте. Смотрите, мы хотели вам предложить рекламу вашего заведения. Совершенно бесплатно. Сейчас подойдет директор. Да, да, если можно. Оксана. Здравствуйте. Смотрите, Алексей. Оксана. Очень приятно. Мы снимаем на YouTube проект. У нас, вот смотрите, 185 тысяч подписчиков на канале. Мы снимаем проект «Бесплатная еда». То есть, вы нас угощаете чем-то, неважно чем, мы вам делаем рекламу. То есть, вот ваш адрес называем, показываем точкой. Мы не можем угостить. Чем угодно, у нас нету. Хорошо, сейчас сделаем. Спасибо большое. Развели, да? Нет, нет, смотрите. Мне не жалко. Бесплатная еда, 227 тысяч просмотров. Рекламу нам хотят в YouTube сделать. Бесплатно шаурмой угощу. Все, что вам не жалко. Шаурмаш, популярная? Хоть шаурмой. Смотрите, шаурмой. Вы съедите столько? Не вопрос. Я имею в виду, что они могут. Я могу вас съедать. Я, да, но они хотят это попробовать, и потом будут. Сергей, как-то писать. Скобаровский, да. Он самый первый будет. Сергей? Вот он сразу. Вы именно попадете в бесплатную еду. Как поесть бесплатно без денег? Так они к нам не будут бесплатно? Нет, нет, нет. Мы просто ваш адрес показываем. Чтобы я не отбивалась здесь. Так, знаете, одного покормишь, потом ходят и клянчат. Мне не жалко, но... Нет. Все, нам можно здесь это присесть. Ну, там, на Льпуре. А мы куда пойдем? Да? А вы курите? Да, курим. Ребята, всего лишь достаточно уметь говорить с людьми. Донести им ей важную информацию. Так что вы знаете, что делать. Смотри, какая порция, чувак. И что, давай попробуем? Смотри, кейсюк еще, майонез. Слушай, да такая порция нормальной бабла стоит, походу. Майонез. Блин, по красоте вообще. Полностью. Информован. Грузийский, походу. Посмотрите, сколько у нас курочки. Ну, это что за калоник? Блин, я не знаю, как мы это будем заховывать. Тут пол курицы. Еще принести салатик. Захините еще. Владик, я так понимаю, маринованный? Свежий. Свежий? Да. Под курочку тоже надо. У меня только один вопрос. Как мы это все съедим? Посмотрите, какая порция. Я реально рассчитывал максимум на шабруку. Хотя бы одну на двоих. Я уже давно хожу по разным точкам. И я не видел, что где-то продавали курицу гриль. Помню, лет 10 назад мы с батей брали курочку, морковку по-корейски. И если вы хотите вернуться в те годы и попробовать вот такой вот еды, приходите на академ. Идите. У меня еще шашлыки есть вкусные. Нет, шашлыку хватит. Спасибо. Нам еще даже шашлыки. Очень вкусно. Спасибо. У нас ролика я вам везу. Жесть. Нам еще пришли шабрухи и говорят, выйти шашлык. Мы от шашлыка отказываемся, потому что это реально очень жестко. Посмотрите, просто вешал. Это комбо. Вот это нас так приняли, да? Да. И знаешь, когда мы подходили, мы еще выбирали, куда заходить туда или сюда. Я говорю, мы пошли сюда. И я просто в шоке. Я уже нахалался на целый день. Я не знаю. Я уже не хочу дальше идти снимать, что нахалывать. Потому что если нам что-то еще дадут где-то, то я просто не вывезу это за халат. Да, просто супер. Вы живите, приходите завтра на шашлык. Ну, все было. И еще хотели узнать, какой у вас садрить здесь. Ну, вот сразу метро. Метро. Входим городок. Хорошо, мы покажем тогда вы все. Спасибо вам. Все, огромное вам спасибо. Что ты можешь сказать? Я могу сказать, что все очень было шикарно вообще. На шашлык завтра придешь? Я не знаю. Я просто так нахалывался курицей, что я просто не могу. Живот забит. Я не знаю, что мы дальше будем снимать. Просто вот шаурмах, отдох, куры, гриль. А вот вам, пожалуйста, метро. Выход с метро сразу здесь. Когда я дома пересматривал материал на компьютере, увидел такой момент, когда полгода назад мы ходили в Макдональдс на вокзальной. Сидели, кушали биктейсти, и там оказалось не было помидора. Мы по-братски подеребанили и прикинули, что надо идти разбираться. Подхожу я к сотрудникам, говорю, так и так здесь не было помидора. Они мне говорят, что, мол, мы не поменяем. Я им говорю, давайте книгу жалоб. И дальше вы уже сами все увидите. Так что всем, ребят, приятного просмотра. Взяли мы книгу жалоб в Макдональдсе, вот, и чикс на вокзале. Написали, получается, у нас в бургере не было, что там не было? Помидора. Помидора не было. В общем, не хотели нам поменять, мы написали здесь вот. Вот книги жалоб, все так и так. Пусть намернут либо бургер, либо деньги. Серега пошел, короче, ему не поменял, то есть менеджер или кто-то там не поменял ему, то есть пик-тестик. Поэтому я могу сейчас, мы ведем прямую съемку, правонарушение. Так что мы идем. Смотрите, вот, что подходил мой друг, то есть пицец, у меня было помидора, он подошел, он только, видите, вот это от помидора осталось, но его по факту не было. Его не могут, мы открыли, смотрим, его нет. Даже на вкус нет. Саня, вы приедете, вы снимаете? Вот смотрите, вы по факту должны поменять. То есть сейчас ведется фиксация видео и снимаем правонарушение. Мы с вами уже общаемся. Да, да. Камеру мы можем снимать. Короче, ребята, нам возвращают деньги за биг-тест. И сейчас посмотрим. Снимаем. Видите? Отлично. Скажите, пожалуйста, где есть ситуация? Есть ситуация? И в следующий раз обрешайтесь, пожалуйста, если у вас будет такая программа, когда можно это оценить как-то. Ну, в общем, ребятки, мы будем пройденть за биг-тест. Так что, в принципе, все работает, когда включается камера. Когда камеры нету, они вам не поменяют. То бишь, снимайте на телефон, если есть какое-то правонарушение. Снимайте, обязательно снимайте, если вам не хотят вернуть. Они по правилам вам просто должны вернуть или деньги, ну, или в большинство случаев то, что вы заказали. Так что ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok